Зерновые интервенции дали нужный эффект. Цена, по которой производители могут продавать зерно переработчикам, и закупочная цена на интервенционных торгах практически сравнялись. Зерновые интервенции начались после обращения губернатора Александра Карлина к президенту Владимиру Путину. Осенью 2013 года в крае сложилась сложная обстановка, которая привела к резкому, почти критическому падению цен на зерно. Но государственная закупка хлеба у аграриев была инициирована, чтобы ситуацию исправить. Цены снизились до критически минимальных. Цена на пшеницу третьего класса с криковиной 23-25 опустилась до 4 тысяч рублей за тонну. Это ниже себестоимости. Поэтому необходимы интервенционные торги, которые бы сняли напряжение. С начала проведения государственных закупочных зерновых интервенций сельгоспроизводители Алтайского края реализовали в Государственный фонд продукции на общую сумму практически 950 миллионов рублей. Основная цель интервенции, как закупочной, так и товарной, это регулирование цен на рынке. Согласно официальных прайсов наших зерноперереработчиков, по третьему классу где-то от 700 до 1000 рублей цена возросла. По четвертому классу порядка 900 рублей, по пятому более 1000 рублей на тонну цены за этот период увеличились. То есть, в принципе, свою функцию интервенция выполняет. Теперь, по мнению экспертов, интервенции актуальны лишь для производителей фуражного ячменя. Разница в закупочной цене у переработчиков и государства пока еще есть. Напомним, первые торги в 2014 году пройдут 21-22 января. Для хранения зерна кредитовано 22 алтайских компаний.